Привет ребята, меня зовут Влад и вы на канале Коин22. С каждым днем желающих иметь в своих активах криптовалюту становится все больше и больше. И на самом деле это не странно, потому что когда ты слышишь разные истории, где какой-то обычный безработный парень купил биткоин несколько лет назад, а сейчас купается в куче денег как самая известная богатая утка, тоже хочется повторить его успех. Но сперва нужно немного понять и разобрать базовый вопрос, где эту криптовалюту нужно хранить. И в этом видео вы узнаете, где хранить криптовалюту, какие бывают криптокошельки, как они устроены и как выбрать холодный криптокошелек для хранения ваших монет. На сегодняшний день существует очень много способов хранения крипты. И в одном видео ответить на все вопросы явно не получится. Так что видео будет разбито на три части. В этой части мы разберем все о холодных кошельках, в следующей все о горячих. И в третьей части я продемонстрирую вам топ кошельков, которыми стоит пользоваться. Так что ставь лайк и подписывайся, чтобы не пропустить следующее видео. А мы начнем. Давайте рассмотрим холодные криптокошельки, которые при создании криптовалюты и должны были использоваться. Вообще, что такое криптокошелек? Криптокошелек это не тот кошелек, который лежит у вас в кармане. А это всего лишь способ хранения секретного ключа для доступа к вашим монетам. Точно так же с вашими банковскими картами. Ведь деньги хранятся не на карте, а на вашем счету в банке. И честно говоря, вместо банковских пластиковых карт может быть все, что угодно. Вопрос только в удобстве. Хранение криптовалюты на холодном кошельке это самый надежный из всех способов, которые существуют. Как бы это странно ни звучало, на криптокошельки устроены очень просто. И принцип работы сможет понять любая домохозяйка. Давайте рассмотрим из чего они состоят. Итак, криптокошелек состоит из двух частей. Это закрытый ключ и, соответственно, открытый. Они представляют собой длинную цепочку символов. И если вы владеете обоими ключами, вы с легкостью получаете доступ к вашему кошельку. Или может быть не к вашему, это уже как повезет. Открытый ключ это адрес вашего кошелька, который его идентифицирует. Это как номер на вашей банковской карте. Этот адрес отображается в блокчейне. И его видят все. Если вы хотите, чтобы вам кто-то отправил пару биткоинов, вам нужно передать этому человеку адрес вашего кошелька. С этим все понятно и просто. А вот закрытый ключ или приватный, знаете только вы. И используется он для подтверждения транзакции. Работает точно так же, как пин-код от банковской карты. Также, если вдруг вы забыли или потеряли приватный ключ, восстановить доступ можно с помощью сидфразы. Сидфраза это рандомный набор от 12 до 24 слов. И эта сидфраза поможет вам восстановить доступ к вашим деньгам. И если уж вы забыли и эту сидфразу, можете помахать рукой своим бумажным друзьям. Денег вам теперь не видать. Неоднократно такое у пользователей случалось. И ни одна тысяча долларов осталось летать в системе. Ну что ж, с устройством кошелька мы разобрались. Идем дальше. Поскольку сегодня мы рассматриваем холодные кошельки, то нужно понять, что они из себя представляют. И какие есть виды. Холодные кошельки, они полностью автономны и не подключены к интернету. Они имеют физическую форму. Их можно потрогать, брать с собой в любое место. Ну или для большей надежности положить в железный бронированный сейф. Самый распространенный вид холодного кошелька это аппаратный. Вы его где-то 100% видели. Возможно даже в каком-то кино про каких-то хакеров. Он выглядит как обычная USB флешка, где вы храните пиратские игры, свои фото, ну или какие-то важные документы. И чтобы начать пользоваться таким кошельком, достаточно просто вставить его в порт вашего компьютера или ноутбука. Максимально просто, удобно, а главное безопасно. Для лучшей надежности некоторые из таких кошельков дополнительно оснащены паролем для входа или сканером отпечатка пальца. Прямо как какой-то шпионский девайс. А еще есть некоторые модели, которые оснащены и могут подключаться по Bluetooth и работать можно даже через телефон. Для каких целей лучше всего подходит использование аппаратного кошелька? Аппаратный кошелек идеально подходит для тех случаев, когда вы хотите быть на 100% уверены, что с вашей криптой ничего не случится. И ее никто никогда не сможет украсть. А также в случае, если вы отправляетесь за границу, вы с легкостью сможете вывести любую сумму, которую вы переведете на счет своего аппаратного кошелька. Кинули флешку в рюкзак или карман и все. Можете не беспокоиться. Давайте подведем промежуточный итог и рассмотрим плюсы и минусы холодных аппаратных кошельков. Из плюсов можно отметить, что аппаратные кошельки не требуют постоянного подключения к интернету. А соответственно, надежность возрастает в несколько раз. Из-за того, что никакие хакеры и прочие лица не имеют доступа к вашему кошельку и взломать его невозможно. А также при использовании холодного кошелька вы не полагаетесь на надежность и добросовестность онлайн сервисов, которые хранят вашу крипту. Ведь есть одна известная фраза. Не ваши ключи, не ваша крипта. Так что обратите на это внимание. Из минусов могу сказать, что их практически нет. Но все равно пару моментов присутствуют. Все мы люди и не будем забывать про такую вещь, как человеческий фактор. Людям свойственно терять какие-то мелкие предметы. Вспомните, сколько раз вы теряли ключи от дома или ту же самую флешку. Так вот, при потере аппаратного кошелька восстановить доступ никак не получится. А потерять такой кошелек довольно легко. Так что либо носите его с собой на шее, как какой-то амулет, либо приобретите сейф для хранения. Я конечно же шучу, но учтите, если потеряете кошелек, то потеряете все деньги, которые он хранит. Ну и второй минус. Это сид-фраза, про которую я говорил ранее. Если вы ее забыли, потеряли или еще что-то, восстановить доступ будет полностью невозможно. Так что храните ее как самое ценное, что у вас есть в жизни. Давайте рассмотрим представителей аппаратных кошельков. На сегодняшний день существует огромное количество моделей таких кошельков. Мы разберем самые популярные. Самый известный из всех аппаратных кошельков – это кошелек от компании Ledger. Сам кошелек так и называется – Ledger. Выполнен в разных моделях, которые поддерживают большое количество криптовалют и также можно использовать для хранения NFT. Ledger имеет дополнительную защиту в виде отпечатка пальца. Также есть модели, которые можно подключить через Bluetooth. Сам девайс выглядит очень стильно и он максимально прост в использовании. Для того, чтобы начать пользоваться таким кошельком, нужно сделать всего два действия. Скачать приложение Ledger и вставить аппарат в ваш компьютер. Все максимально просто. Не нужно устанавливать какие-то сторонние программы или что-то подобное. Стоимость такого кошелька может достигать до 300 долларов. Но поверьте, безопасность ваших денег может стоить и дороже. Так что Ledger к покупке я обязательно рекомендую. Далее рассмотрим также популярный холодный кошелек, который называется Trezor. Выполнен в двух моделях – Trezor One и Trezor Model T. Они могут хранить в себе больше тысячи разных монет, а также NFT. Для использования кроме скачивания приложения и подключения девайса к компьютеру больше ничего не нужно. Дизайн интересный, но однозначно проигрывает Ledger. Цена такого кошелька составляет 200-250 долларов, в зависимости от модели и страны, где вы его будете покупать. И третий популярный холодный кошелек называется KeepKey. Он также пользуется большим спросом на рынке. Имеет очень стильный дизайн, выполнен как маленький смартфон, имеет сенсорный экран и подключается к компьютеру с помощью USB кабеля. И не трудно догадаться, что нужно для его использования. Правильно, это приложение, которое нужно скачать и подключение к компьютеру. И отправить, получить, а также хранить крипту будет максимально просто. Вот это топ-3 холодных аппаратных криптокошельков, которые я рекомендую для использования. Их на самом деле очень много, но эти три варианта лучшие из лучших. У каждого из этих кошельков есть круглосуточная поддержка, и в случае чего вам смогут ответить на все ваши вопросы. Это очень удобно. Также хочу добавить важный нюанс. Никогда не покупайте аппаратные кошельки со вторых рук на eBay или Avito. Никогда. Были случаи, когда кто-то купил такой кошелек, пользовался им какое-то время, а после его взломали, потому что знали сид-фразу для восстановления доступа. И все деньги благополучно пропали. Так что если вам кто-то предложит купить такой кошелек в 2 или в 3 раза дешевле, даже не думайте покупать. Позже заплатите больше. Покупайте только на оригинальных сайтах и всегда остерегайтесь мошенников, ведь их сейчас развелось очень много. Вы наверное спросите, а какие еще есть варианты холодного хранения крипты? Есть программные кошельки, на которых можно хранить криптовалюты. Они представлены в виде программного кода, который вы скачиваете на ваше устройство, это может быть компьютер или мобильный телефон, и пользуйтесь им. Минус таких кошельков это то, что они занимают огромный объем памяти на вашем устройстве. И поэтому не все готовы выделить от 50 гигабайт памяти для одного кошелька. Также есть очень интересный вид холодного кошелька. Это бумажный кошелек. По сути это простая бумажка, на которой напечатан адрес кошелька, его приватные ключи и для удобства перевода кейворкод. Такой кошелек можно создать на специальных сайтах и пользоваться им. Серьезно, такие кошельки никто не воспринимает, его можно использовать в качестве подарка, напечатать кошелек, пополнить его и подарить кому-то. Человек зайдет в приложение, ведь у него будет адрес и приватный ключ, и сможет пользоваться криптой, которая будет находиться в этом кошельке. Если у вас есть знакомый друг программист, можете сделать ему такой презент. Уверен, ему понравится. Это все, что я хотел сказать касательно криптокошельков холодного хранения. Я старался не углубляться в технические части этих кошельков, на каком коде они написаны или какой чип внутри каждого находится. Ведь это скучно и многим людям будет просто непонятно. Я хотел всего лишь дать понять принцип их работы и для чего они вообще нужны. Так что если вас интересует конкретный кошелек и ты бы хотел знать о нем абсолютно все, пиши об этом в комментариях. На каждый из них я обязательно отвечу. Также не забудь подписаться, ведь в следующем видео мы разберем принцип работы уже горячих кошельков. И я расскажу как они работают и как не попасть в руки нечестных разработчиков. С тебя лайк и подписка, а с меня качественный и полезный контент простыми словами. Тебе желаю удачи, увидимся.